Всем привет, друзья! Предыдущее видео получилось не совсем таким, как я его хотел видеть. Было слишком много драмы, было много расфокуса. Я только что, правда, снимал еще одно видео, и оно было полностью в расфокусе, так что это, скажем, третье. Ну, а надеюсь, в этот раз я настроил фокус получше. Итак, это видео, где мы будем смотреть все наши свежие чайнички на проливы, будем смотреть их объем и их слив, плюс, я надеюсь, покажу их, наконец, без расфокуса. Я не могу даже открыть его крышку, настолько она притерта. Все не так просто в этом мире и с видео. Поэтому давайте я еще раз, еще раз попробую показать вам чайник в этот раз в фокусе, потому что в предыдущий раз оказался снова бесфокусным. Я играю с фокусом и надеюсь, в этот раз все будет окей. Пруд нам только мешает. Да, наверное, все-таки пруд уберем. Теперь должно быть получше. Очень стабильная, очень ровная, очень быстрая струя. Все идеально, где-то объем 145 миллиметров. Очередь дошла до лунохода из Беншань. Вот он, очень красивый, практически идеальный слив. Собственно, мой луноход также это делает, поэтому я в нем не сомневался. Пожалуйста, фокус. Перейдем к шоколадному красавцу. Это один из тех чайников, которые прошли обжиг 4 раза, поэтому они безумно гладкие. У меня их 3 штуки в этот раз приехало. Они безумно звонкие и гладкие. Берется, для того, чтобы достичь такого эффекта, берется специальная фракция глины, 60 единиц, то есть мелкая, и 4 раза потом еще обжигается. И тогда, если они выдержат 4 обжига, то получается вот такая безумно гладкая структура. Более широкая струя, но очень ровная, такая чуть более спокойная, объем 130 мл. Кстати, как было заявлено, почаще бы так все совпадало. Так, ну давайте тогда всех сразу покажу в шоколадных. Значит, вот он, еще один из этой же братьи. Ну, чуть великоват, 230 мм. Это его единственный грех, я считаю. Но он очень звонкий, очень гладкий, и при этом стенка средняя. То есть стенка средняя, в принципе, ни одним шуедином можно с ним работать. Фу-ху-ху! Да. Ну вот, большой объем, но и очень мощный слив. Очень мощный слив, очень мощный, везде, без просадок. Ну, кстати, 220, что ли, миллиметров. Так, под этим углом 220, 200, ну, в принципе, 220. Давайте посмотрим на яичко, как мы его все называем из саньпуни. Вот это вообще. Ну, это моя самая любимая глина, кстати. Это моя самая любимая глина. Просто безумно приятный чайник. Когда ты его трогаешь, ощущение, что ты трогаешь шелк. Так. Слив такой, благородный, чуть-чуть неспешный. Ну, за счет носика, да. Благородный, неспешный слив. Объем 170-180. Хотя, кажется, меньше. Малыш из Джуни был в расфокусе, так что снимаем его еще раз. И вот так вот он шикарно сливает. Да, пожалуйста, парад, не упусти это. Потому что это просто один из красивейших, красивейших сливов, что я видел. Смотрим поближе нашего джунишного красавца. Давайте посмотрим вот такой вариантик. Давайте посмотрим вот такой вариант. Очень красивый по глине, такой фиолетово. Ну, такая джунишная сразу видна работа. У него очень странный, необычный носик. Суровая крышка. Ну и вообще, в целом, он такой весь, весь немного суровый. Но цвет очень благородный. Фокус сюда. Ой, какая тонкая струя. Надо же, от такого сурового чего-то ждешь немножко другого. Но вот такой маленький носик для каких-то очень неспешных чаек. Все красиво, стабильно. Но, как вы видите, очень тонкая и долгая струя. Возможно, под что-то старое и не боящаяся долгого слива. Кто следующий? А давайте посмотрим нашу игрушку. Нашу прекрасную игрушку. Это просто такая мелкая. Прям вот ее прям держать в руках даже. Очень хочется как-то тактично. Потому что вон очень много деталей. Очень мелкий объем. И слив мега медленный и благородный. Вот это вот прям... Так. Че? Так. Ты тут? Фокус, пожалуйста. Так. Итого объем 80, максимум 90. 80-90 миллилитров. Очень эстетичный и очень специфический. Давайте посмотрим вот этого красавца. Тут каждый чайничек, как на подбор, очень специфичный. Смотрите, крышку. Такое горло. Он дровяной, он очень благородный, серый. Как всегда, скорее всего, дуанишный. Но они вообще по цвету достаточно универсальны. Она бывает желтая, оранжевая, серая, желтая. Какая она только не бывает. Так. Пожалуйста, нам фокуса. Вау! Вот это неожиданно. Очень прямая и сильная струя. Очень прямая. Очень идеальная. Это просто идеал. Ну, за идеал, конечно, и платить приходится очень много. Очень много. Хотя, есть тут вариантик. И еще покруче. Еще покруче. Это, друзья... Вы слышите, да? Это просто безумие. Безумие и по звуку, и по жиру. Потому что, ну, это просто жир. Это просто... То есть, это тот самый тайваньский чайник 90-х, который, значит, уехал сначала в Тайвань. А, да. Надо показать вот такую прекрасную печать. А потом его вернули в Китай. И поэтому это все как достояние. И стоит просто очень страшных денег. Кстати, там внутри, из минусов, там стоит железная вот эта вот в носике. Сеточка. Не очень. Вот, единственное, я такое люблю. Давайте посмотрим. Ну, объем 220, по-моему. Вот объем, да, тоже минус. Но зато очень мощная струя. И мне кажется, это... Очень быстро сольется. А нет, смотрите, 200. 200. А потом, когда чай положишь, будет уже 180. Очень толстая стенка. Ну, не очень толстая, но толстовата для такого вот... Для такой формы. Поэтому я попробую в нем заварить шуху. Чтобы чаще его использовать. Переходим к следующему. Как я и говорил, дуани очень универсальная глина. И вот у нас уже... Такой серый, очень красивый, очень интересный чайничек из нее. Так, чайник, этот аппарат не подведи. Да. Перфектум. Вы сами все видите. Я обычно не очень люблю такие плоского формата чайники. Но этот удобно держать. Он очень классно сливает и выглядит безумно круто. Безумно круто. Итак. Три последних чайничка. Первый. Это еще один из шоколадных братьев. В форме фангу. Я уже налил в него воды, поэтому вертеть его тяжело. Но, поверьте, он... Вот это просто безумно гладкая штука. Так, пожалуйста. Фокус нам. Стоп. Я не слил. Так. Фангул всегда немножко специфический слив. Но тут все вполне четко. В конце на полсекунды отбивается струя. Ну, возможно, да. Потому что я сегодня его пил. И там немножечко есть внутри сырья. Теперь чайник 80-х годов от заводской фабрики тех лет. То, за чем многие гоняются. То, за чем многие гоняются. И понемножку, понемножку сливать. То есть, как вы понимаете, это больше антиквариат, который безумно приятно трогать. Тут очень такая вот лао-цзи-ни, что называется, настоящая глина. Но функциональность его очень слабая. То есть, для функционала покупать такое очень странно. Ну, и последний чайник. Практически самый дорогой из этой поставки за счет ручной вот этой вот всей истории. Ну, и он мега, мега звонкий. Многие любят шипиал. И я тут не исключение. Просто потому, что у него всегда классный слив. Его удобно держать при любом объеме. Ну, и вообще он классный. Ну, вот. Собственно, подтверждение той самой истории. Безумно за счет формы мощный. Всегда слив, красивый. И тут он еще такой весь шоколадный, весь в иероглифах. Практически идеальный, мне кажется, чайник. Ну, разве что для тех, кто относится нормально к объему 220 мл. Все, друзья. Наверное, это все чайники, которые я хотел показать. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарии. Спрашивайте. Ну, и до следующих видео. Пока.